Первый выход наш сегодня с Ахмедушкой. Сейчас он меня отвезет на работу на буквально пару часов, мне надо кое-что закончить, и потом мы поедем в кино. Машуля привязалась с нами, это Звездные войны, она тоже хочет, в общем, поедем втроем. Такой семейный кинопросмотр. А завтра у нас с Наташенькой и ее сыном, это, кстати, наши друзья из Украины, мы также познакомились через мой канал, и теперь очень часто общаемся, переписываемся. И вот они здесь, в Дубае, буквально осталось им по три дня гостить, и завтра мы поедем в Абу-Даби, заедем в Лувр, может быть, в один из парков детишек свозим все-таки в Маше каникулы. У Саши, наверное, тоже, раз он с мамой приехал сюда. Поэтому завтра будет интересное видео. Мы приветствуем вас на нашем семейном канале. Привет вам всем из Дубая, мы все в сборе, посмотрите. И Ахмедушка тоже с нами. Давно мы не вели влогов из машины. Едем мы в Караник парк. Парк Карана. Это очень красивое место, а может быть, но не совсем популярное, потому что надо ему придать огласку. Но оно очень красивое, Ахмедушка сейчас впервые посмотрела о нем фотографии в интернете и был тоже поражен, насколько красивое место. Поэтому сегодня у меня еще один день выходного, завтра полный день рабочий. Мы, кстати, не поехали в Абудаве, потому что наши гости хотели только в Лувр, а Лувр это один буквально один час, ну, два посещения. И ехать только ради Лувра, так далеко, туда и обратно, это, конечно, не только накладно, и даже, собственно говоря, да, ты тратишь на дорогу больше времени, чем на развлечения. Вот, мы предложили им пойти в Ворнер Бразес, они не захотели, хотя Ворнер Бразес, вот сколько у меня коллег было, и все прям, ну, без ума, очень интересно это место, красивое. И к тому же у нас скидки 50%, которые заканчиваются 31 декабря, тоже была бы хорошая возможность их потратить. У нас, когда-то 6 человек, 3 ваучера. Но, увы, в следующий раз, может быть, мы как-нибудь сами съездим. Да. Нам просто удобно, что у нас вот 4 человека, если... 2 ваучера. Эх. На улице 24 градуса показывает. Классно, а в воды нет. Мы уже на территории парка по нолкартам, сюда вход стоит 10 дирхам. Поэтому берите сюда карты от метро. Я, правда, не знаю, куда идти, в такую сторону. Пошли мы куда-то все влево. Сколько здесь цветов красивых. С нами есть... С нами есть знаток арабского языка, поэтому будет нам переводить все. К сожалению, сказали, что доступно в наушниках, аудиогид только на арабском языке. К сожалению, нам сильно ничего не удастся здесь понять, потому что все, 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 все на арабском языке. Вот есть... Вот так на стенах написано о том, что, например, Иисус создал птиц из глины. И дальше все подробно уже идет на арабском языке. Поэтому мы потом Ахмедушку спросим, что здесь было, он нам коротко расскажет. Смотрите, какая идея тоже из Библии, из Корана, когда разошлось море, и люди как будто ходят по морю. Да, тут очень много стрекоз, бабочек. И вообще здесь прям жарче, чем, по-моему, в самом Дубае внутри. Парк находится за Силикон-Оазисом, еще километров 15. Долго мы сюда ехали. Сейчас тоже пойдем, да? Да, мы сейчас тоже пойдем по древнему пути. Ахмедушка забрал мой рюкзак. Как всегда у меня в рюкзаке много всего. Мы пришли в индийское кафе, куда мы ходили с Ахмедушкой в Мол оф Демирайц и говорили, что обязательно хотим, чтобы мама с Машенькой тоже попробовала. И вот нам принесли тарелочки, мы смеемся. Смотрите, какие они, как с каменного века. Ну, конечно, они не каменные, они какие-то, как... Это стекло в итоге, да? Ну, подхожи под металл. Вот такая вот тарелочка. Слепили из того, что было. Вот мы уже заказали, сейчас нам будет приносить. И ждем. А, это моя бурата. А, вот уже есть это, да? Соли? Да. Так, это зеленый. Это зеленый югурт с индианами п Like it. Это 3-к類 талантинкомат, это черный грамм, инфюзан в баксмиле, это бурата, это мельт и веган песто, эльф, джулиан петры, эту температуру в нитрид. Натальше температура у него advisor с 196 градусов. Все, заморозили зелень, сломали, ешьте свое Бурата, как я его обожаю, как здорово, смотрите. Мы заказали два десерта в этот раз. Я чувствую, это внизу прям холодно. Мама, держись. Ну уж ладно, я сама это съемлю. Так, холодно внизу. Это на ноги холодно или там вода заложен. Спасибо. Мы тут попали на вот такие вот очереди, скорее всего ждут. Прихода Санты, так как сегодня 25 декабря, Рождество по католическому календарю. И вот уже вот такая очередь. Смотрите, как красиво. Ну а вот, собственно говоря, и Санта вовремя. Смотрите, как взрослые аплодируют ему. Ура, всем привет. Закончилась рабочая неделя, в которой у меня всего было два рабочих дня. Сейчас Ахмедушка меня ждет с Машей. Так непривычно и так это здорово, когда Ахмедушка ждет меня с работы. Боже, как это все-таки здорово. Утром я сегодня на работе была, уже собралась уходить и хотела показать вам нашу елочку. И под елочкой уже стоят подарочки с именами наших работников. И даже я нашла себя. Вот даже мой подарочек. Не знаю, что там и от кого. Секрет Санта. Сегодня у нас пятница. Мне пришлось немножечко поработать. И сейчас мы идем все вместе на завтрак. Поедем сейчас все вместе на завтрак. Ахмедушка поехал за Машенькой, за мамой, потому что мы уехали рано из дома. А сейчас они уже проснулись и готовы к нам присоединиться. Поэтому я пойду пораньше, закажу им завтрак, а они как раз подъедут. У нас не будет настоящий семейный день. Покажу немножечко Дубая с утра. Выходной день. Все моют, чистят. Даже вот такие вот переходы через дорогу. Вообще, конечно, улицы чистые в Дубае, если сравнивать с другими городами. Здесь прям за это, за чистоту борются. И это видно. Вот, завтракать мы будем вот здесь, вот в этом здании, в полюбившемся нам уже кафе. Мама там ни разу не была, но она видела по нашим видео. Детвора уже на площадке с утра. Очень удобно, конечно, в этом плане жить в Jumeirah Lake Towers, потому что здесь прям площадки возле каждых кластеров. Площадки такие и парки. Прогуляться, посидеть, покататься. Каждый найдет чем заниматься, в общем. Здорово. Птички поют. Приехали. Ахмедушка и с Машей на передних сиденьях сейчас мне соревновались, кто больше воздушных поцелуев мне зашлет. Маша всегда воспринимает Ахмедушку. Но она, я думаю, все-таки наиграет так, как конкурента. Ой, какая девочка у меня. Ой, какая девочка в платьишке. Какая девочка? Какую девочку мы привезли в платьишке красивую? А вы возьмите какую? Она постирала свои. Так, так, так. А на ногах у нас что? А мои фасовки-то мокрые. Привет. Очень я сонная. Мы только встали. Ничего, хорошо. Только встали и сразу на завтрак попали. Ничего не поснимало, что мы съели на завтрак, потому что мы беседовали, мы приятно все. Мы подчистили все, у нас ничего не осталось. И мы, собственно говоря, кушали и общались. Поэтому снимать в таких моментах мне не хочется и некогда. А сейчас мы поедем в Outlet Village. Почему-то Outlet Village это первое, что Ахмедушке в голове, приходит в голову сразу. Я просто спросила, куда мы поедем, он говорит, в Outlet Village. Но мы сегодня съездим в Outlet Village, а завтра посмотрим, возможно, другой мол. Потому что сейчас начался зимний шоппинг-фестиваль. И уже у меня просто не перестают цыпаться сообщения о том, какие и где скидки. Плюс в это время, в течение месяца за каждую вашу покупку больше 200-300, разные молы, разный лимит устанавливают. Вы можете участвовать в лотерее. Для этого надо подходить к информационным стойкам и просить заполнить анкету. И, собственно говоря, вы можете выиграть до миллиона дирхам. И там не только миллион дирхам, там и призы, и машины, и просто небольшие денежные призы, и ваучеры в какие-нибудь магазины денежные. Поэтому шоппинг-фестиваль – это не просто скидки, это постоянно еще какие-то лотереи идут. Акции, салюты еженедельно, в выходные – это обязательно салюты во всех таких вот значимых местах. Джи-Би-Ар, в даунтауне, на Ле-Мэр, на пляже Ле-Мэр. Я забыла сказать «пятница», поэтому можно начать и с середины. Пятница – семейный день! Никогда не поздно сказать «пятница» – семейный день. И все говорили это с улыбками, да, важно, с радостью. После семейного завтрака все говорили с улыбками, с семейный день. День садался хорошо. Это выбор мода. Ну что, скоро у тебя будет 18, эти платья будут супер на тебя смотреться. Маша еще померила тут вечернее платье, посмотрите, какое красивое. Можно померить? Ну-ка, посмотри передом, то встань, пожалуйста. Красиво, ну ничего, с нижним бельем можно. Сколько у него цена, давай посмотрим. А не надо. Какие еще? Цена, платье – 1475, а было 29500, потом 5900, и сейчас, ну я не знаю, цена это или нет, 1475. Красиво, платье, смотрите. Да? Все, Маша, в нем пойдешь? Мамочка тоже себе платьишко выбрала. Очень красиво, да? Как бы размер. Зашла опять в один из любимых отдела Лио Джо, и смотрите, какой здесь красивый свитерок. Внутри такой топ с перьями, штанишки из эко-кожи, вот, и кофточка, она такая, видите, сзади открытая, ну вот, с ценниками. Ну, мне кажется, вот это я возьму, мне очень нравится, насчет штанов думаю, ну, в принципе, они мне нравятся, как сидят, они не перетягивают в коленях, как обычно, у меня коленки такие, знаете, пухленькие. И штаны не передавливают, здесь бывают, если вот так швы идут, вот, где колено, то, конечно, мне передавливают, а здесь, в принципе, все окей. И они прям вообще как раз мне. И это эко-кожа, и, конечно, это стоит, они 200, 250 дирхам, по-моему. Вот, сейчас еще вот эти померю. Смотрела еще вот эту кофточку, тоже мне очень понравилось. Вот, ну, я просто смотрю вот на эти все красивые камни, и думаю, стирать, конечно же, ее только ручной стиркой. У меня всегда, так, цена, мне просят всю цену показывать, я забываю, вот, 200 дирхам. Вот, а это, кстати, кофта, я даже не знаю, сколько стоит. Сейчас я с вами и посмотрю. Давайте вместе с вами и посмотрим. Оп, сколько, ровно 500, ровно 500 дирхам стоит такая кофточка. Ну, мне кажется, она стоит того, она прям красивая, нарядная. Девочка, подарок. Девочка. Находились и пришли в наш любименький ресторанчик с морской едой, Urban Sea Food. Здесь очень красочное всегда меню. И очень большой выбор. У нас продолжается пятница. Мы оставили маму и Машеньку дома, находились. И внезапно я подняла Ахмедушку и сказала, поехали в Дубай-Мол. Потом у меня просто не будет больше времени. Двадцать девятого, тридцатого, тридцать первого я работаю. В ход тридцать первого у нас работаем. Мы в два часа у нас такое чайпитие, празднование. Дарим подарки друг другу на работе. Ну, домой разойдемся и в четыре-пять. Вот. И нам сразу же надо будет собираться и ехать. Может быть, даже раньше я домой поеду. Нам надо будет ехать сразу в даунтаун, потому что он будет закрыт уже к этому времени. У нас празднование в этом году будет в даунтауне. Да, мы взяли на свой риск. Вот такое вот желание возникло. Посмотреть этот салют, который уже живем здесь четвертый год. И так до сих пор и не видели. И до этого я тоже шесть раз была в Дубае. И так салюта такого не видела. Но зрелищно всегда это. И, ну, посмотрим. По крайней мере, раз в раз в какое-то время это можно сделать. Надо, главное, добраться до даунтауна, потому что в какое-то время, вот в четыре, в пять или в шесть часов перекрывают все метро, всю дорогу. И подъехать к даунтауну будет совершенно нельзя. Надо будет парковаться где-то за километры и пешком доходить. Я узнавала, как работают гостиницы. Гостиницы тоже, к сожалению, работают так же. Они предупреждают сразу своих постояльцев, тех, кто прилетает 31 числа, о том, что добраться до отеля, который расположен в даунтауне, будет очень проблематично. Поэтому мы сейчас поедем в Дубай Мол, посмотрим еще все, выходим, посмотрим, какие скидки. Скидки действительно есть. Но вот в Outlet было скидок не совсем много. То есть они как обычные скидки. Я рассчитывала, что будут какие-то дополнительные еще скидки здесь, шопинг-фестивалем. А скидки обычные. Поэтому посмотрим еще в Дубай Моле, как ситуация обстоит. Сейчас, наверное, очень много народу будет ходить. Выходной. У меня уже купленные подарки всем к Новому году. Совершенно всем. И даже себе. Но хлебушка тоже хочет это мне подарить еще. Вот. Еще у мамы день рождения тоже будет. И надо будет. В принципе, у меня все уже заказано. Я заранее встраиваюсь все это делать. Зарплата за декабрь еще была не получена. Я уже ее практически всю расписала. Сейчас у нас в семейной группе присылают фотографии один из братьев со своей семейством. С детишки на новогодней елке. С Дедом Морозом. С Снегурочкой. И я написала о том, что для меня декабрь это такая приятная пора. Несмотря на то, что я тоже устаю очень на работу. Вплоть до того, что я просто прихожу, пью какой-нибудь обезболивающий и падаю. Но для меня вот это вот ощущение, вот это вот праздник, оно продает еще дополнительные какие-то силы. Я очень люблю с каким-то подходом индивидуальным выбирать, дарить подарки. И для меня очень важно, не то, что даже может быть важно, сколько наоборот очень приятно видеть реакцию ответную от людей, как вот они это открывают. И когда они знают, например, что получишь, это одно, а когда вот это, например, неожиданно, и еще попадаешь, угадываешь, это втройне дорого. Вот. Поэтому сейчас походим, посмотрим. Я еще не успеваю никак выложить видео, еще сто момента, как я прилетела в Ваку. Поэтому сейчас, завтра у меня будет суббота, и завтра целый день я буду монтировать видео, целый день буду монтировать, чтобы выкладывать раз за разом, чтобы до Нового года успеть выложить все видео, которые до Нового года и накапливать. Я извиняюсь, что так мало их выкладываю, но опять же это вот пора такая новогодняя, что у нас были одни гости, вторые гости, и муж приехал, и работа, все-все вместе. Там планируешь, там планируешь, в общем, вы знаете, как это бывает. Но стараюсь что-нибудь снимать, рассказывать, делать какие-то тематические супер-видео, на которые уходит очень большое количество времени, на подготовку, которая уходит. У меня просто нет времени, вы понимаете, да. Блогеры, которые занимаются тематическими видео, это, конечно, блогеры, которые живут Ютубом. Я, к своему счастью или к сожалению, не могу сказать пока, что я живу Ютубом. Возможно, что-то это перерастет, но так я и уже говорила, что это у меня как хобби. Я благодаря Ютубу познакомилась с очень интересными людьми. Мне вообще стало для себя даже очень свободно брать камеру и уметь на нее говорить, общаться, потому что первые свои видео, я помню, как у меня запинался язык, как у меня ломалась речь. Конечно, это сейчас тоже случается, но уже, знаете, более уверенно. Уже, когда на меня находит камеру, у меня нет такого, чтобы прям, знаешь, что куда смотреть, что говорить и так далее. То есть, вот этот вот опыт, он тоже обязательно, опыт съемки видео, опыт редактирования видео. Конечно же, пока еще совсем, совершенно простой программе, но это тоже опыт, по крайней мере, для семьи он пригодился. Могу монтировать какие-то семейные маленькие ролики для наших дней рождения, поздравлять друг с другом. Вот так. Какие у нас еще планы? Ахмедушка 5 января уже улетает, мама у нас 20 января улетает, мы ей купили билет. Купили билет буквально вчера, потому что я начала смотреть билеты до Новосибирска, у нее прямой рейс. И, по-моему, всего один самолет в неделю до Новосибирска прямой рейс. И пришлось смотреть каждую неделю, то есть, фактически, у нее 4-5 самолетов осталось до отлета. И первые три самолета были очень-очень дорогие билеты, и я так подумала, что нужно лучше взять, чем потом брать дорогой. А у нее уже в начале, в самом начале февраля заканчивается трехмесячный безвизовый режим. Не получилось у мамули всю зиму перезимовать, и мы бы только за, мы уже привыкли. И вообще так с мамой, знаете, тепло, уютно. А у них сейчас, кстати, очень холодно там, так же, как и в Амурской области, где у меня папа живет. Там уже ночью и утром минус 45, минус 47, очень холодно. А здесь сейчас 25 градусов. Ну, а это крутой-крутой трафик. У меня на карте на кредитной от Нурбанка есть возможность взять парковку в любом моле Дубая, именно такую VIP-парковку. Поэтому мы сейчас попробуем ее взять. Скорее всего, парковка будет переполнена здесь. Попробуем воспользоваться. А вот с этой стороны, это вот Дубай Мол Забиль. То есть надо будет перейти вот там вот на Бермост. Есть впереди, пальцы показываю, извините, вот впереди. И вот с этой стороны вот уже парковка начинается еще один, мол, часть. То есть продолжается Дубай Мол. Казалось бы, куда уже продолжать? Кто-то там такой прям вот, прям вот надо вот этому с Абу-Даби номерами туда прям вот влезть. Вот бесстыжие. Все в очереди едут, а они самые прям те, кто не может ждать. Ну вот, нам повезло с парковкой. Нам повезло с парковкой, сняли мою карту, проверили, что в месяц у меня должно быть с кредитной карты потрачено не меньше трех тысяч дирхам. И тогда я могу парковаться на Валей Паркинг в любом моле. Вот. Очень удобно нам остановиться. Мы прям остановились у центрального входа. Блуминг Дейлс. Мы прям с него сейчас начнем. Вот. И потом так же мы сюда спустимся. Машину нашу поставят куда-нибудь на парковку в Мол. На парковку, которая выделена специально. И мы потом сюда спустимся вниз просто и возьмем ее. Хоть какая-то польза тоже от меня. Первый раз ты ее сдал. Да, первый раз это привилегия от этой женщины. Что творится с трафиком? Мы даже не смогли найти парковку внутри. И просто там нас вывели опять наружу. Сказали, выезжайте, парковки нет. И мы сюда опять выехали. Ждали в очереди, пока сюда едем. I want to start from here. I want to start. Все, вернули мою карточку платиновую. Спасибо, Нурбанк, за такие привилегии. Вот. И начнем, в общем, отсюда. Смотрите, сколько. Ахмеду так нравится, что он никогда не пользовался. На самом деле, это привилегии. Да, мы обычно искали парковку по 2-3 часа. А здесь у нас просто машинку забрали. Сказали, спасибо, пожалуйста, заберите ее потом с этого места тоже. Вот. Сейчас пойдем, попросим зону со скидками нам показать. Скидки, скидки, скидки везде сверкают. В прошлый раз, буквально несколько недель назад, скидки были 30%. Сейчас скидки 50-60%. Посмотрим, что у них тут есть. Тем более, когда я знаю цены в онлайн-аутлетах. Александр Маквин. Такая, самые знаменитые кроссовки, их форма кроссовок. Вот они тут разные-разные есть. Цена, но это без скидок, 1900. 50-50-50%, 50-50-50%. Вот Пуччи стоит 1000, 1000 дирхам стоили 2700. Стелла Маккартни, да, хотела сказать, что, по-моему, Стелла 1190, стоили 2400. Вот, Найки, смотрите, какие беленькие. Найки стоят, не знаю, сколько стоили 500. Дуфельки посмотрим. Вот Off-White стоят на переднем плане. Off-White стоит 1480, стоили 2960. Такие вот классическая форма каблука, и впереди значок Off-White. Стелла Маккартни. Мне в последнее время очень симпатизирует этот бренд. Очень часто подается на глаза 1000 дирхам. Они стоят, стоили 200. Очень, кстати, вот такие же цены, вот, Лет Молли мы сегодня видели. Просто выбор там, конечно, поменьше. Вот, смотрите, какие красивые. Стоит 730, стоили 1465. И вот ByFair, очень тоже красивенькие. Стоит 800 дирхам, стоили 1600. 50% скидка. И вот ByFair тоже оригинальные. По-моему, вот эти 189 евро стоили. Ну, вот, в принципе, так же. На это порте стоит 925 дирхам. Нежненькие. Вот тоже такие новогодненькие. Как красиво. Цена 880. Ой, а вот какие красивые. Такие на тоненьком ремешке. 900. Сейчас посмотрю, померю сейчас. Мне очень нравятся вот эти. Вот эти или вот эти. Which one you like more? That one or that one? Black? I want to check. Очень мне нравится эта модель. Красиво. Переливается прям вообще. Это 39-й. Ахмедушка сказала, что сейчас еще черный и 40-й. Красиво. Еще вот такая модель есть. Просто тапочки такие, но красивые. Переливаются. Вот я черненькие одела. И черненькие тоже очень красиво смотрятся. И я знаю, что у меня будет новогоднее платье шелковое. И эти черные вот босоножки как никогда. Кстати. Пусть я возьму. Даже думать не буду. В Дубае они вообще актуальны. Такие босоножки. Круглый год. Ура! Мы купили первую покупочку. В общем, у меня так всегда. Когда я что-то начинаю... Только глаз мне на что-то падает. Я обычно это меряю и забираю. Сейчас Ахмедушка попробует оформить такс-фри на покупку. Смотрите, какие Александр Иван красивые. Красота. Какой размер? Маленький. Хотя не маленький. 38,5. Красивые очень. Снимаю немножко. Мы уже в галерее Лафайет. В Блуминг Деос мы ничего не нашли. Интересного. Там были приятные, конечно, скидки. Смотрите, какой. Просто целлофан нашит в виде кармана. Были, конечно, скидки, но то, что нам надо было, этого не было. Кстати, вот такая накидочка. Стоит сейчас 765 дирхам. В принципе, украсит любую повседневную вещь. Просто сверху одеваете и все. Вот какие платьишки. Новый год, конечно же, это, мне кажется, для меня. Вот это всегда стразы, глиттер, блески. И это Новый год. Смотрите, какой свитер красивый. Yeah? Looks nice. What is the price? Давайте скажем цену. 715 дирхам. Вот такая красота блестящая. Я-я-си. Вот, например, 570 стоит вот такой. Тоже сверкающий, тепленький. Свободный. Такие вот свитерочки. Теплые. Давайте посмотрим цену. 700, 800 дирхам почти стоит. Такой вот красивенький. Смотрите, сколько скидочек впереди висит. Sale, sale, sale. И очень много народу. Очень много народу в моле. Ну, Dubai Mall, в принципе. Что еще ожидать? Хочу сделать немножечко обзор платьев. Какие здесь красивые платья есть. Маша в прошлый раз примерила очень много платьев. Смотрите, сколько здесь платьев. В галерее Lafayette очень большое количество вечерних нарядов. На любое торжество. На любое. Совершенно. Посмотрите, какая красота. И вот тоже какая красота. Прям. Прям вообще. Вот такое узкое. Сверху так одевается еще. Мы уже кучу магазинов обходили. Смотрите, какие красивые. Ну, это просто из стекла такие статуэточки. Но они такие милые. Посмотрите, какая красота. Мне кажется, если хорошо выиграть декором, супер. Снегирь. Смотрите, какие красивые чашечки. Пингвин, тигр. Ну, красота просто. Ну, дятя у меня тут понравился. В общем, мы уже в другом магазине. Здесь тоже скидки 25-60%. Здесь такой мультимагазин. Все для дома. Сейчас здесь что-нибудь поищем. Смотрите, какие красивые чашечки. И так удобно брать вот за эти вот крылышки. Такие цвета нежные. Красота. Ну-ка, цена есть у них. Индонезия. И вот тоже красивые. Нежно все так сделано. Мы в магазине Виллеройнбок. Здесь тоже распродажей 25-60%. Мы уже были в Outlet и смотрели, какие там цены и какой ассортимент. И вы знаете, там, наверное, даже больше ассортимента, чем здесь. Здесь просто есть вот такие уникальные, красивые, очень дорогие вещи. Смотрите, в виде раковины сделана. Такая ваза. Написано, 3000 стоит. Запретили здесь снимать красоту. Поэтому уходим и ничего им... Не будем их рекламировать. Хотела показать еще кое-какие вазы красивейшие просто. Понятно, что, наверное, их редко покупают, но... Они очень красивые, привлекают внимание. Ух, ух. Входим, входим. Народу, народу просто очень большая толпа. Я даже не знаю, куда мы сейчас пойдем. Мы вообще идем в Твинсет, в итальянский магазинчик. Посмотрим там скидки. Скоро мы туда уже придем. Мы купили подарочек Маше. Маме все еще не нашли. Машуле купили кое-что, что ей очень понравится. Я знаю, это очень будет ей полезно. Пришли в Самсунг сейчас менять Ахмедушки, стекло. Так тяжело найти в обычных магазинах для его Самсунга, который я подарила вам в том году. Самсунг Галакси 9 с плюсом. И здесь предлагают вот на такой машине залить специальной жидкостью, которая сделает матовым стекло. Вот у девушки здесь как раз матовое стекло на телефоне. За нем четко видно, и оно такое более чувствительное к прикосновениям. Просто супер. Магазин Самсунг немножечко повторяет концепцию магазина Apple. Смотрите, даже стали вот эти вот зеленушечки добавлять в дерево. И также работают консультанты сейчас везде. Вот, Ахмедушке еще нужен чехол новый. Сейчас посмотрим. Смотрите, какие чехлы есть на Самсунг с проектированием всего происходящего на экран. Какой классный Самсунг, где этот холодильник, смотрите. Прям супер. Вау, какой он глубокий. А здесь какой-то, вот смотрите, здесь прям сенсор на экран. А, здесь можно написать какие-нибудь сообщения. Смотрите, прям меню. Writing. Okay, let's... Давайте drawing. Обалдеть! Не забудь, хотела написать, ладно. Обалдеть! Вот это холодильник, а? Ой, ой, как здесь красиво. Такие прям глубокие прям холодильник такой. Холодильник-шкаф. И он, кстати, включен, потому что здесь очень холодно. Смотрите, какие маленькие всякие боксы для хранения. И он вот так открывается. Вообще, мальчик, как место. Супер. Написано, что вот это вот не для OIE use. Please do not open. Потом только прочитала, Лена, не открывать. Ох, мы сейчас в ботике Dior. Здесь такая красота. Здесь есть селекционные... Селективные, да, натурально называть. Парфюмы. Ох, я даже не могу вам писать, как... Какой запах идет. Боже. Вот это похоже на как будто это Chanel Five. Miss Dior. Смотрите, какая здесь красота. Есть вот такой вот гель, J'adore. И он сияющий. И, конечно же... И, конечно же, Ленора Милы. И, конечно же, он с запахом-запахом Dior. Так, что у нас тут есть? Молочко для тела. Есть масло для душа. Это просто супер коллекция. Супер. По-моему, духи сказали, здесь стоят 630. Около 300 или 300 стоит масло. Это вот еще не узнавала, сколько стоит. Надо узнать. Это прям такая вещь классная. На Новый год подарок супер, по-моему. Переливается, так смотрите. И запах. Конечно же, тело будет благоухать этим запахом. И вот тоже. Смотрите, какие парфюмы. Баночки. Как вам? От Dior. Слушайте, ну это вообще... Все на магнитике. Вкусно. Hello. Красота. Кто-то же разбирается в этих баночках. Как вам такой парфюм? Ой, какой красивый лак. В общем, я здесь все изнюхала, все испробовала. Смотрела вот такие вот тени. Очень красивые. Надо запомнить мне этот номер. В общем, есть такие более коричневые. А это уходит немножечко с розовинкой. И их нету сейчас в продаже. А я их очень хочу, 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 хочу. Новогодняя коллекция, кстати. 2020. Ахмедушка где-то там. Did you finish? И напоследок мы уже пошли. Время уже 12 часов почти. Мы уходим, идем к машинке. Проходим МБТГ Винета. Смотрите, какие у них здесь клатчи. Посмотрите, это прям из резиночек, из мелких состоит. Can you take video of me to show? Смотрите, тут какая прелесть. Понятно, что меня это очень, но они очень мягенькие и удобненькие. А еще они на магните. Там удобно. Они на магните. И смотрите, здесь такая вязка. Это все с кожей. Смотрите, классно. И это кожа. Кожа. А сделано, как будто дерево. Да? Like wood. No. Oh, no. What's the price? $34,000. $34,000. $34,000. Знаменитые. В основном, знаменитые с квадратным мысом. Смотрите, какой носочек. Здесь, кстати, очень удобная подошва. Не надо набивать никакую защиту. Мы устали. Мы очень устали. Мы на болейпасе набираем наши мужчины. Батэ-гавинета, конечно, у них такие плетеные все. И обувь, и сумки. И не каждый поймет батэ-гавинет. Так же, в батэ-гавинете не обязательно каждого понимать. Наш выход есть. Кстати, Zoribarch. Скидка. Вот эта сумочка красивая. Она мне очень давно нравится. С этой лайки себе. Смотрите, какая красивая. Какая красивая кожа. И внутри сумки есть вот такой вот маленький кошелечек, куда можно сложить все необходимые вещи. Ну, по крайней мере, деньги и так далее. Очень красивая цена этой сумочки сейчас. 2,100. 2,000 вверх. Ну, а это, собственно говоря, для тех, у кого сюда порядок в сумке. И кому нечего скрывать от публики. Наконец-то мы уже на улице. Здесь практически никого нет. Посмотрите, очередей никаких нет. Мы купили маме подарочки, Маше подарочки. Мы купили мне классные, классные. Ну, вот я в самом начале снимала для вас такие шлепанцы. Я в них собираюсь встречать Новый год. Они со стразами. Они очень хорошо будут подходить к моему черному шелковому платью. И мы, наконец-то, едем домой. Время уже полночь. Завтра суббота. Хорошо, что мы будем отдыхать. Завтра я буду готовить что-нибудь вкусненькое, наконец-то, дома. Давно уже не готовила, но неделю точно. Ну, вот. И что еще? Какие планы? Ну, и все. Может быть, так же позавтракать сходим все вместе, вернемся. И я буду готовить дома. Буду видео редактировать для вас. Ах, Медушка все подарочки покупал. Кроме туфелек. Туфельки я сама себе купила. Любимая жена. Все, спокойной ночи вам всем. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...